В настоящий момент у нас очень большой наплыв людей, которые прибыли из других районов города, или они живут сейчас на Артема, вместо их избирательного участка доехать или добраться сложно, они здесь. Много иногородних, которые приезжают сюда, в Славянске, приходят к нам голосом. Вот очередь, видите, это все. А в Сынке уже есть какие-то? Ну, на 11 часов было где-то 470 человек проголосовало. По списку 2-330, это списочность, которая в списках. Но в списках очень много пропущенных людей, которые имеют прописку, но в списках их нет. Опять же, вот создаётся всё это. Мы уже три человека посадили на дополнительный список. Есть какие-то наблюдатели? Ну, были представители Великобритании и Израиля. Не больше никого. Ну, они побыли и ушли? Ну, где-то в пределах 40 были здесь. Фотографировали, интервью брали. У нас не брали, а избиратели подходили, беседовали с ними. Мне больше всё нравится, когда другой письма. Давай. Всё. Вот люди звонят и говорят, ребят. Тринадцатая школа. Были с Израилем. Кто-то слышал где-то. А что-то про отношения написали. А потом сидим, считай. Я хочу мира, я хочу единства, но в то же время, чтобы нас действительно прислушивали, если они знают нам. А так вот, главное мира. И уверенность в завтрашний день. Вот это самое главное. Это логично. Да, всё то же самое. Ну, как получится, конечно. Надеюсь, на лучшее. Все в ожидании и чудо. Проблема не в том, чтобы отделиться, не отделиться. Я, в принципе, я с другой стороны. Я за единую Украину. Но при условии, я же говорю, чтобы действительно не было вот этого права сектора, вот этого всего, ну, нас уже задавили. Хотя я, например, я русскоязычный, вообще далеко с человеком. Я сама с границы России, Ростовской области, ну, 18 лет тут живу. Но, и хотя я придерживаюсь к украинскому языку, чтобы он был единым государственным, всё. Но вот этот беспредел, который действительно вот это Одесса произошло, это, ну, наверное, вот это по большей степени сказала то, что я сюда пришла. Хотя я, например, я боюсь. Я боюсь, чтобы мы не ошибились, чтобы мы не сделали неправильный выбор. Ну, чтобы быть, это, ну, самостоятельными от Киева. Ну, чтобы, как бы, свое будущее у нас было, а не, чтобы нам кто-то его диктовал.